Всем привет! Меня зовут Вика, дизайнер интерьера и декоратор. Сегодняшнее видео будет очень красивое, и мне хочется, чтобы вы не просто поставили ему лайки, написали комментарии, что вы думаете, а поделились им, потому что, мне кажется, сегодняшний рассказ будет о сути дизайна интерьера, как я к этому отношусь. Потому что мое мнение, что дом должен соответствовать вам, что вы не должны подстраиваться под моду, под тенденции, что вы не должны делать так, как говорят, а вы должны создавать свой дом так, как вам нравится. И если вам нравится конкретная вещь, значит, она должна быть в вашем доме. Сегодняшнее видео отчасти основано на философии в Аби-Саби. Я опираюсь на эту книгу, которую написал Леонард Корон, это книга издательства МИФ. В тот вечер, когда я читала эту книгу, параллельно где-то в моей голове сидела мысль о раковине для проекта Дом с совами. Раковине в прихожую, которая должна быть какая-то необычная, которая будет стоять под обоями, которые я нарисовала. Я не могла никак найти ту самую, которая подходила бы, которая соответствовала этой концепции и была в бюджете. Мне хотелось чего-то природного, либо это каменная должна была быть раковина, либо мраморная, либо что-то такое вот необыкновенное, что не просто вот накладная белая раковина, а что-то необычное. Читая эту книгу, ко мне приходит мысль создать раковину своими руками. Эта мысль меня не отпустила, и на этой неделе мы это сделали. Музыка Музыка В аби-саби Это красота вещей несовершенных, недолговечных и незаконченных. Это красота, которая живет в скромности и простоте. Это красота, чуждая условности. Про минимализм, но который со смыслом. Это не значит, что должен декор в принципе отсутствовать. Это значит, что он должен быть конкретно ваш. В аби-саби глубокая, многомерная, неуловимая концепция стала прекрасным антидотом от распространившейся глянцевой, приторной, корпоративной красоты, которая, как мне казалось, сделала американское общество бесчувственным. Ну, относится, я думаю, что это не только к американскому обществу, но и вообще, в принципе, ко всему миру, который старается гнаться за тем, что на самом деле ему не нравится, но сделать так, чтобы это соответствовало общепринятым меркам. Направление в аби-саби в интерьере отличает штучное производство предметов, которые несут в себе что-то, несут в себе какой-то смысл, какую-то историю. Именно поэтому, читая эту книгу, ко мне пришла мысль, что раковину можно сделать своими руками. Тогда я подумала о раковинах, которые я видела в Турции, которые я видела в Италии. Конечно, из-за регионов, из-за стран, истории стран, они имели свой орнамент, свои цвета, свои формы. Но, в принципе, по-моему, допустить мысль, что раковину можно сделать своими руками, свой дом, по мне это просто гениально. Я стала думать, как это можно реализовать, и ко мне пришла в голову замечательная идея обратиться в гончарную мастерскую. Я уже была однажды в гончарной мастерской год назад на годовщину нашей с Ваней свадьбы. Наши друзья нам подарили там свидание, мастер-класс, и мы втроем с преподавателем сидели и делали вазы к нам в дом, и остались прекрасные впечатления от посещения гончарной мастерской, красивые фотографии от нашей подруги Юлии, и вазочки, которые сейчас дополняют интерьер нашего дома. Я написала в Жюль Верн, напомнила о себе, рассказала, что вот я дизайнер, и у меня появилась классная идея сделать раковину для моего проекта. Они, конечно, не ожидали такого, потому что обычно у них там делают вазочки, кружки, тарелки, а тут раковина. Сделайте нам, пожалуйста, помогите нам это сделать. Мы обговорили все размеры, как это все будет происходить. Нам посоветовали сделать два экземпляра, потому что, возможно, есть такая вероятность, что какой-нибудь предмет один треснет при обжиге, потому что температура, конечно, очень большая, температура 1200 градусов в печи, а ждать готовое изделие три недели, поэтому если мы сейчас три недели прождем, и раковина даст трещину при обжиге, конечно, это нам не нужно. Я надеюсь, что выживет два изделия. Одно мы поставим в проект Дом Соломи, и второе, не знаю, как говорит теория Ваби-Саби, нужно жить настоящим. Началось все с того, что преподаватель начал отбивать глину, чтобы она была пластичнее, чтобы было с ней удобнее работать. Преподаватель постоянно был рядом, и большую часть работы, скорее, конечно, делал он, чем моя заказчица, потому что работа с глиной требует определенной сноровки, это очень тяжело, и преподаватель вам поставит руки, и вы, конечно же, многое сделаете сами, но все-таки он будет рядом, будет контролировать весь процесс и помогать. Удивительно было смотреть, как на гончарном круге вырастает какая-то башенка, но уже через 10 минут мы увидели, что этот кусок глины обретает форму, форму раковины действительно, и потом становилось только красивее и красивее. И вниз сейчас, смотрите, пальцы крест-накрест. Давление вы оказываете не подушечкой, а вот этой вот косточкой холанкой. Косточка на косточку, бедраница какая унизу. Обняли плавненько, надавливаем. Смотрите, что вы сейчас делаете. Ваша задача сделать донышко будущего цилиндра. И надавливаете на центр, и уходите вниз. Сейчас шире мы будем раскрывать. Насколько у меня тут красоты? Давайте посмотрим с того. КОНЕЦ Чтобы понять, что такое ваби-саби, автор сравнивает его с модернизмом. Модернизм противопоставляется классицизму и эклектике 19-го столетия. Ваби-саби противопоставлялась китайской роскоши и великолепию 16-го века. Оба этих направления строятся на идее, что декор не нужен, если не является важной частью структуры. Это то, о чем я вам говорила. Вазочка не ради вазочки, а вазочка ради смысла и истории. Обладают легко различными внешними признаками. Модернизм бесшовный, отполированный, гладкий, а объекты ваби-саби естественные, несовершенные и неоднородные. Модернизм склоняется к логическому рациональному познанию мира, а ваби-саби – к интуитивному познанию мира. Если модернизм абсолютный, то ваби-саби относительный. Модернизм ищет универсальные прототипные решения, а ваби-саби – индивидуальные. Производство в модернизме массовое и модульное, а ваби-саби оно штучное и уникальное. Модернизм больше про будущее, но ваби-саби заявляет, что важно настоящее и только оно. Как написано в этой книге, в Абисаве придерживается сезонности, то есть каждой вещи свой сезон. Это как раз про то, что декор можно и нужно менять, и это не такой минимализм, в котором ничего не должно быть. Декор есть, он сезонный, но каждая подушечка имеет свой смысл. Раз нужно было сделать две раковины на всякий случай, мы сделали две раковины разной формы. Одна более-менее идеальная, вторая немного помятая. Как будто это камень неровный. Не знаю, у меня ассоциации с чем-то очень естественным, как раз это направление в Абисаве, я думаю, подходит больше ко второй раковине. Крещиваю пальчики и держу кулаки, чтобы вторая раковина выжила. Первая, конечно, пускай тоже выживет, но вторая, мне кажется, она больше подходит к обоим совами, и это все образует у нас единую такую красивую картинку и мотивы, вот эти вот лесные, пряничный домик. Это все сюда подходит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что это небольшое видео натолкнуло вас на какие-то новые мысли, и, возможно, вы загорелись желанием пойти в гончарную мастерскую, чтобы попробовать себя в роли ремесленника. Ссылку на мастерскую Жюль Верни я оставлю в описании под этим видео, но если вам не хватило минут этого ролика, то предлагаю перейти ко мне в Инстаграм. Там в актуальных совы есть также видео с того дня, когда были созданы раковины в мой проект. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!